Ты зарабатываешь, и я зарабатываю. Я общаюсь бесплатно, и ты общаешься бесплатно. Не устраивает такой подход, то и не надо. А раз ты... Ну да, всё. Так а в чём проблема? Опять-таки, прозвучали золотые слова. Не устраивает подход и не надо. Всё. Так, а откуда обида тогда взялась? Почему ж ты обиделся? Почему ты побежал записывать какие-то разоблачающие ролики? Всё, как бы, не устроили условия, всё разбежались. Как бы, или стороны не пришли к согласию. Так чё ж ты, чё ж ты, значит, начал записывать какие-то разоблачения. И вообще, почему на меня разоблачения записывают только школьники и городские сумасшедшие? Когда меня будут разоблачать какие-нибудь интересные личности, которых не стыдно и бесплатно на стрим пригласить? Почему такая дискриминация? Заявляешь такие принципиальные предварительные условия, то вот... Ну да, так именно в этом и смысл, что это предварительные условия. На которые человек может не согласиться. У тебя есть возможность отказаться. Это не то, что тебе там пистолет к виску приставили и сказали, типа, давай деньги. Нет, ты можешь отказаться. В этом, собственно, преимущество того, что либертарианцы называют свободным обменом. Тебе моё встречное принципиальное предварительное условие. Я готов на разговор только бесплатно, и чтобы никто за меня не платил. А-а-а, нет. Ну, у меня есть, как бы, ответ. Иди нахуй. Я не согласен, как бы. У тебя есть право отказаться, у меня тоже есть право отказаться. Как бы, нахуй ты мне нужен без денег. Нет, не нужен. Плати деньги. Не хочешь платить деньги, всё, тебя не будет на стриме. И чтобы ты заранее об этом сказал всем... Опять-таки, ничего личного. Такие правила, они по отношению ко всем. Когда зреешь, пиши. Счастья, здоровья. Переписку я обычно не храню. Но вот этот свой ответ отскринил и выложил в Телеграм, чтобы отправлять туда зрителей Ежи Сармата. Ну да, но надо было всю переписку скинуть. Опять-таки, вот, посмотрите, что я ему пишу. Я ему пишу, люди, которые смотрят мои стримы не первый год, они в курсе правил. Я даже с блогерами-миллионниками стримлю только за деньги. Что касается работы, то бывает работа и хуже, и менее оплачиваем. Ваша же принципиальная позиция состоит в том, что вы против, даже если ваше присутствие на стриме будет оплачено аудиторией. Это и затрудняет проведение совместного стрима. То есть я ему сам как бы намекаю, что, чувак, ты можешь сам не платить. Твое присутствие оплатит аудитория. Что не так? Что не так? Я пошел навстречу, как бы, фактически. То есть я действительно хотел провести совместный стрим. Но вот человек уперся рогом. Говорить не хочу. Но вот этот свой ответ отскринил и выложил в Телеграм, чтобы отправлять... Ну, лучше бы он отскринил и выложил в Телеграм полностью всю переписку от и до, как бы. ...правлять туда зрителей Ежи Сармата, которые упорно продолжали звать меня к нему в гости. Ну да, так они говорят, что, типа, Серж, мы за тебя сами заплатим. Типа, хуй с тобой, ты там нищеброд. Или, допустим, ты не хочешь... Там либо у тебя нет денег, либо у тебя нет желания платить. Черт с тобой, мы за тебя сами заплатим. Сходи на стрим. Но нет, нет, все. Вот упрямство, как бы, победило здравый смысл в очередной раз. Не хочу, не хочу, чтобы на мне зарабатывали. Ну, не хочешь, все, как бы, будешь сидеть без стрима. Я еще раз говорю, это позиция капризного ребенка. Хочу игрушку, но не хочу за нее деньги платить. Ну, тогда ты не получишь игрушку. Все, в ответ слезы, крики. А-а-а, какой ужас, меня лишают игрушки. Ну, заплати деньги. Нет, не хочу. Ну, хорошо, за тебя заплатит кто-нибудь другой. Тоже не хочу. Ну, я не знаю тогда. Все, значит, субъект не договороспособен. Ну, и все, на этом беседа закончилась. Ну, правильно, она закончилась. Ну, как, либо ты пересмотришь свое отношение к этому вопросу, либо все... Я слушаю очередной трепь Юрца и Ежи. И обратите внимание, как прикольно Сармат обрисовывает нашу беседу. Он сознательно не упоминал там мое имя, но начал с грубого оскорбления. Ну, опять-таки, если я не называю там твое имя, то о чем, почему ты решил, что это именно нашу беседу я описываю? Я, конечно, к оскорблениям привык, я же блогер. Единственное, что не нравится, когда человек нагло врет и еще приписывают собеседнику, какие-то чувства. Как помните, в плохих книгах авторы пишут про реальных людей. Сталин... Так, давайте послушаем. ...расстроился, Сталин обиделся, или новомодное Сталин бомбит. Откуда ты, придурок, можешь знать, что чувствовал и о чем думал товарищ Сталин? Вот и Ежи Сармат занимается точно такой же хренотенью. Типа, чувак, тебе что, яблоко жалко? Мне жалко их, потому что я их продаю. Я этим зарабатываю, блядь, на жизнь. Я продавец яблок. Да, мне жалко ебаных яблок. Это непосредственно... Я тебе больше скажу, Юра. Мне недавно в личку писал один уебок, который... Ну, замечательно. Да, все. Вот, видите, я выдал тайну переписки. Я сказал, что у меня был диалог с уебком, и Серж сразу понял, что речь про него. Чудеса проницательности, как бы. То есть, ему даже не пришло в голову, что у меня, блядь, параллельно идут диалоги, как бы, с несколькими десятками людей. Да, то есть, охуенно. У меня был диалог с уебком. А, все, он про меня. Прекрасно. Типа, Ежи, я хочу совместный стрим, но платить за стрим я не буду. И более того, если я узнаю, что кто-то заплатил из твоей аудитории за... Ну да. ...то, чтобы я был у тебя на стриме, я не приду. Ну окей, не приходи! Ну, я ему примерно это и пытался... Ну все, да, то есть, да-да, даже Хованский, в общем-то, понял. Объяснить, на что он дико обиделся и сказал, что, типа, вот, только за деньги. Слушай, это самый выгодный вариант в натуре. Кто-то платит, и ты такой, вот, за тебя заплатили, но, я так понимаю, у тебя смысла нет теперь. Давайте, я просто оставляю деньги. Типа, просто, я бы хотел, я бы хотел, но ты бы сказал. Самое смешное, что человек искренне обиделся на эту хуйню, понимаешь? То есть, блядь, какой же сумасш... Ну, опять-таки, вот здесь вначале прозвучала мысль о том, что я кому-то приписываю чувства, значит, какие-то эмоции. Вы, ну, смотрите, Серж, если вы на меня не обиделись, то почему же вы, во-первых, называете меня всякими нехорошими словами? Причем, именно меня, да, я имен никаких не называю в общении с Хованским. Вот, я не говорю, кто уебок, да, я просто говорю, какой ты уебок, да. Ну, вы, естественно, сами про себя сразу же подумали, потому что, ну, типа, кто еще может оказаться уебком, да. Вот, но, если вы не обиделись, зачем же вы снимаете вот эти разоблачающие ролики про Ежа Сармата, если никакой обиды не осталось, как бы, никакого творческого рессентимента? Все хорошо. Мы просто разошлись, как в море корабли, и все, как бы, произошло некоторое недопонимание, но никакой обиды. Если никакой обиды не было, почему, вот, мне, видите, заказывают ваши ролики теперь, значит, обида все-таки была, была. Я просто, я просто охуеваю от тупости людей иногда. То есть, я ему пытался объяснить, я говорю, ты понимаешь, что это моя работа? Он говорит, я не верю в принципы. Я говорю, окей, хорошо, ты не веришь в принципы, да, но это моя работа. Я этим деньги зарабатываю, типа, нахуй ты мне нужен бесплатно, зачем? Это моя работа, просто охуеваю от этого. А теперь послушайте еще раз окончание нашей переписки. И найдите, где я здесь выражаю такое сложное чувство, как дикая обида. Ну, дикая обида, она выражена не в переписке, она выражена в последующих событиях, потому что Серж принялся снимать про меня разоблачающие ролики. То есть, если обиды не было, то почему, почему происходит все то, что происходит в дальнейшем? То есть, теперь... Типа, ежесармат, значит, придурок, негодяй, меркантильная сволочь, собачка Юра Хованского. То есть, неужели нельзя предположить, что эти действия, да, и эти слова продиктованы мэээленькой обидой. Такая обида затаилась. Осадок остался, как говорится. Если захотите поболтать, вы должны будете всей аудитории озвучить, что я пришел совершенно бесплатно, чтобы никто, не дай бог, не подумал, что я вам заплатил. Как дозреете на... Ну да, надо было спалить всю переписку, кстати, а не только два последних сообщения. Пишите, счастья, здоровья. Скажите, вот таким образом пишет обид... Ну все, я дозреваю. Процесс дозревания происходит. Обиженный человек снимает разоблачающие ролики. Наврал, переврал, хрен с ним. Но вот оскорблять меня нехорошими словами, даже заочно, даже не упоминаю. Опять-таки, почему ему не пришло в голову, что я говорю о своем анонимном собеседнике как о уебке, именно потому что я не хочу называть имя. То есть, почему им это в голову не пришло, что я, в общем-то, проявляю такт таким образом, да, то есть... Ника не стоила. Нет, в итоге он обиделся. Ну, замечательно. Я понимаю, что ты это сделал только для тех, кто в теме. И все равно зря, потому что, естественно, после такого я уже никогда не смогу с тобой разговаривать. Не потому что я... Он не сможет со мной разговаривать. Какая печаль. Как я жить? Как я буду жить после этого? Какой ужас. Какой-то аноним из интернета, который сам мне в личку написал и сам же обиделся на меня, он теперь не будет со мной разговаривать. Какой ужас. Ну, слава богу, что ты не прекратишь снимать разоблачающие видео про меня, а иначе я решу, что это совсем игнор какой-то, знаешь, что действительно какая-то черная кошка пробежала в наших отношениях, как бы. Он теперь не будет со мной разговаривать. Вот печаль-то. Обиделся. А потому что я сам себя... Не знаю, цветы ему подарить, что ли? Ну не дуйся, ну что ты, ну все же хорошо, нормально же общались. Почему? Почему такая обида? Я слишком уважаю, чтобы опускаться до прямого общения с быдлом. Ооо, как это грустно. Он назвал меня быдлом. Конечно, это не от обиды все происходит. А вот ты, Ежи, не умеешь не только уважать других, но самое главное, не умеешь уважать самого себя. Ведь кто ты сегодня, по сути, Ежи Сармат? Да, сейчас начнется. Начнется не обида сейчас. Ты, маленькая собачонка Юры Хованского... Вот, вот, вот. Послушайте... Ну, тяф-тяф. ...счастливый и виляющий обрубленным хвостиком мопсик. Ты не способен на равное общение. Ты или... Чё сразу обрубленным хвостиком-то? Оскорбляешь тех, кто кажутся тебе бесполезными, или унижаешься перед теми, кого ты считаешь финансово выгодными. Типичный взгляд недалекого продавца в магазине одежды. Серьезно? Ну да, но тебя никто не заставляет в интернете общаться с недалеким продавцом одежды. Если тебе неприятен субъект и неприятна манера общения субъекта, ты можешь с ним не общаться. Ладно, ты меня приплюнул. Окей. Да ладно, Юра, ты чё? Вот, но нет, я не мог тебя перепелнуть никак. Ты выше, ты популярней. Вот и не пизди. И так потихоньку виляя хвостиком преданно, глядя в лицо и вылизывая руки хозяина, Ежи Сармат крепко подружился с Юрой Хованским. Ну да. В принципе, ничего сложного, любая собачонка так умеет. Потом постепенно, постепенно, шаг за шагом, Ежи осмелел, освоился и понял, что не боги горшки обжигают, и что Юра самый обычный человек, падкий на вовремя сказанную лесть и вообще на облизывание всех возможных выступов и отверстий. Два продиктованы вовсе не обидой. ...повека, которого хорошо кормят и практически ничего не требует взамен, мопсик Сармат начал иногда наглее спутать берега и дергать за ремешок не в ту сторону. А с Юрой надо осторожно, уж кто обидчивает, так это он. И если там вовремя на сообщение не ответишь или закинешь на скайп кого-то лишнего без его разрешения... Всё, пиздец. ...то Юра пошлёт куда подальше, кого угодно, даже свою любимую собачонку. Тем более, что она у него далеко не первая. Ну не мне вам рассказывать, как Юрец иногда бывает крут со своими подопечными. Сармат это прекрасно знает и, в общем, обычно чётко и послушно выполняет команды хозяина. Но всё-таки иногда низменная животная натура покоя не даёт и так и хочется тяпкнуть без спроса на дворовую кошку. Проверить, так сказать, границы возможного. И как-то Сармат шутил, шутил, пока вдруг почти не дошутился. Ну, вернее, ему так и на мгновение показалось. Он долго подкалывал Хованского на тему, что Соболев гей. Да, было дело. Это, кстати, один из самых смешных моментов наших совместных стримов. Хотя очень прикольно подкалывал, но когда... Спасибо. Вот даже Серж оценил, что это было прикольно. Вот. А значит, действительно прикольно. Сутка в тех или иных вариантах повторилась 15-й раз. Юрец немного подразозлился и недвусмысленно намекнул собачонке. Мол, типа, хватит уже, надоели эти твои выкрутасы. Сармат протормозил и по инерции тяпнул ещё разок. И тут у Хованского... Я плохо дрессированная собачонка. Порвалась связь. Нет, он не отключался, просто зацепил там что-то ногой. Ну, вы же знаете Юрия, но неуклюжесть. И послушайте, как наш одинокий щенок сразу задрожал, испугался и заскулил. Ах, неужели его уже бросили? Ну, прости меня, хозяин, я больше так... Ну, это, кстати, было немножко театрально с моей стороны. Никогда не буду. Мало кто знает, но Николай Соболев должен был сыграть Джина в новом Аладдине. Да, но вместо этого он сыграл Жасмин. По-моему, охуенная шутка про Николая Соболева. Так, Питурий Абрыганский. Чувак, давай, давай... Питурий Абрыганский. Это имя донатера. Простите. Этой хуйне мы как-то это, блядь, все-таки... Все, закрыли тему. Да, закрыли тему и после этого еще пяточек шуток про Николая Соболева. Ганя, я вчераю, я не... Мы вроде договорились, а ты, блядь, ее... Зачем ты не... Я не буду. Он хороший гигей, да. Я не знаю, как вам по-моему это очень смешная хуйня. Устучный не петушар. Нет, он не петушара. Он просто, да, он немножко потерялся, согласен. Так, Питурий, все, закрыли тему, я больше не буду ничего говорить про Николая Соболева. Ни хорошего, ни плохого, я вообще не буду его упоминать никак. Я буду просто насвистывать мелодию. Из полицейской академии, из бара «Голубая устрица». Ладно, не буду даже этого делать. Так, спасибо, спасибо Питурий за доллар. Юрец, ты хоть раз вкладывал свои деньги в то, что рекламировал? Так, Юра отошел, по всей видимости. Не, серьезно, я не буду больше про Соболева говорить ничего. Вообще ни слова не скажу. Не, я думал, что там проблемы не с шутками про сексуальную ориентацию Соболева, потому что я, по-моему, еще где-то 2 и 3 совместных стрима, и не только совместных, шутил про, значит, Соболева. Я боялся, что проблема в имени донатера, потому что донатер донатил с именем Питурий Абриганский. И в чате буду себя вбанить за это. Блядь, меня что, я слышно не было? Не, не было какое-то время. Сейчас снова слышно. А что ты говорил? Да ничего, блядь. Я такая хуйня, ненавижу эту золото. У меня... Ты просто задел что-то, дай у тебя выключу. Когда выяснилось, что связь прервалась случайно... Серж должен писать, знаете, эти самые субтитры к нашим совместным с Хованским роликам. ...песик облегченно перевел дух, перестал скулить и снова радостно забегал по полянке. А вот... Ну да, хозяин вернулся. Еще интересный случай. Юрец толкает очередную свою яркую речь. А Ежи Сармат втихаря включил какую-то игру. Ну, то есть наша собачонка вообще оборзела в край. Есть такое. Что было немедленно ошлепано хозяином по морде за наглое поведение. Нет поводов сомневаться в... Как сказать, в авторстве материала, когда... Ежи Сармат смеется над своим шутком, потому что никто другой не смеется. И, да, это было театрально, это крайне дурацкая отмазка. Почему отмазка? Это было охуенно на самом деле. Опять-таки, если это плохие шутки, почему даже... Даже Серж, даже мой критик, даже мой... Там, я не знаю, Джокер для Бэтмена или наоборот. Даже он сказал, что это были смешные шутки. Даже ему понравилось. Сериал пресный и не особо, блядь, еб... Ты чё, там запустил, блядь, еб-то, игру? Не-не-не. Ты чё, пидарас, ты чё, блядь, будешь в компьютерную игру играть, еб-то, пока? Со мной пинуку, блядь? Я заслушался просто, понимаешь? Ебать ты, чёрт, нахуй! Ебать, пацаны! Ну-ка, гандон, вырубай свою залупу, блядь, ебать ты охуел! Открыл эту рысь, блядь! Ебать, он дерзкий, нахуй! Вы видели, пацаны? Давай сворачивай говнину свою! А почему рысь, кстати, я так и не понял. Это созвездие так называлось? Ты что? Так, Моролек с присланным сообщением с покрытием комиссии. Я же вижу, она на экране. Не-не, у тебя ты с задержкой просто смотришь. Угу. Уже всё пропало. И правильно, ну согласитесь, кому понравится. Вот ты звезда всеинтернетного масштаба, а ваш собеседник во время разговора будет играть в какую-то игру. Вместо того, чтобы сидеть на коврике и ждать следующей команды. Понял я же, твое место на коврике. Сидеть, стоять, лежать, голос. Я бы тебе ещё... Ну я, я плохо дрессирован, понимаете, о чём делаю. В плане самостоятельной инициативы посоветовал освоить и некоторые другие, пусть и более сложные упражнения. Ну там опорт, барьер, фас. Кто знает, что в жизни пригодится. Ты должен поддерживать хорошую форму, должен беречь хозяина, лаять на его врагов, вилять хвостом перед его друзьями, потому что оттуда, как говорится, и жрать... Ну, с хорошей формой у меня проблемы. Нет, это не со зла, да, это любя. Не знаю, как там у вас в Малайзии, а у них в России если бьёт, значит любит. Единственное, но ты слишком надолго задом к нему не поворачивайся. А то Юра парень простой, с пьяно перепутать с кем-нибудь и будешь потом всю жизнь как Николай Соболев. Пончлайн про Николай Соболев. Смешно, смешно. Это как бы Серж решил поддержать шутки про Соболева. Хотя, по большому счёту, в этом тоже ничего страшного нет. Блогеры ненавидят Соболева, потому что они ему завидуют. Мы же помним, что лично я вообще человек толерантный и сделал аж два ролика в поддержку голубых. И они обязательно будут в описании. Я тоже. Мы не одобряем гомофобию. Так что, если кому-то не жалко выбрасывать деньги на ветер, можете забросить Сармату эти два ролика тоже. Да, заказывайте ролики. Я вот зрителям предложу другой прикол. Нужно заставить Ежи Сармата разбирать ролик от Ежи Сармата. А, ну это, в принципе, было уже такое. Я когда ещё начинал только стримить, мне такое заказывали. Так что это уже было. Это пройденный этап. Пусть критикует сам себя. И так по кругу несколько раз. Представляете, как у него шарики зайдут за ролики. Ладно, шутки. Не уверен, что это как-то повлияет на моё психическое здоровье, но да, можете, можете заказывать. Шучу, не надо этого делать. Мы же не изверги какие. И да, я же даже не... Не, ну почему не надо? За деньги, почему бы нет? Не сомневаюсь, что ты на мои слова совершенно не обидишься. Бомбить не будешь. Это же юмор, троп. Да я-то как раз не обижаюсь. Я больше боюсь, что вот как бы ты обижаешься из-за этого. Потому что я-то на самом деле проявил тактичность, когда я не стал называть имён. Да, я просто сказал, что типа вот мне написал какой-то уёбок, да. То есть, грубо говоря, я говорил об анониме. Но как бы вот ты это принял на свой счёт. И поэтому решил записать ответный ролик, что вот как бы я же сармат придурок, быдло там и собачонка Хованского. Поэтому я боюсь скорее, что ты на меня обиделся. Роллинг, шутка. Хи-хи, ха-ха. Мы тут на ютубе все свои. Вон как Хован... Ну, есть такое, да. Хованский тебя покрыл матом. Ничего, с тебя как сгуся вода. Деньги же не пахнут. Отряхнулся и пошёл дальше вилять хвостиком. Тяп-тяп. Настоящий преданный пёсик. И правильно. За это таких как ты и держит. Так, посмотрели разоблачение. Прошу, это обидно, да. Ээээ, да я больше, я говорю, я больше волнуюсь, что человек обиделся на меня. Хотя, опять-таки, я не называл имён. Я не говорил, что это Серж. Я просто сказал, вот-вот мне написал уёбок. Ну, он сразу решил, что речь про него. Видимо, каждый раз, когда в интернете кого-то называют уёбком, он думает, что это вот про него.